В Тосинском районе в культурно-спортивном центре. Сегодня мы познакомимся с участниками и делегациями от поселений Тосинского района. Подведем итоги первого этапа смотра конкурса «Ветеранская подворья-2016». И, конечно же, с большим удовольствием посмотрим выставку, подготовленную участниками всех поселений нашего родного Тосинского района. Ну и, конечно же, в итоге мы победим и наградим всех победителей смотра конкурса «Ветеранская подворья-2016». И сейчас мы приветствуем аппаратистментами всех гостей нашего праздника. Мы приветствуем делегацию участников финала смотра конкурса «Ветеранская подворья-2016». Красноборское городе обусиление. Литинское сельское поселение. Это поселок Лесиный корпус и поселок Родозинниково. Еще раз ваши аппаратистенты. Лиманское городское поселение. Город Любань. Поселок Любань. Поселок Севцов. Мы приветствуем Никольское городское поселение. Нурбинское сельское поселение. Рябовское городское поселение Третья из Кельсинского поселения Мы приветствуем Тольсинское городское поселение Это город Толстого, Дмитрия городского, Деректа Новолесина, Село Усяки и поселок Усяки Еще раз Ваше благосостояние из Кельсинского городского поселения Мы приветствуем Тольсинское городское поселение Дорогие друзья, я сейчас вас приветствую с главой муниципального образования в Тульский район Ленинградской области Виктор Валентинович Захаров. Дорогие друзья, я сейчас вас приветствую с вами. Спасибо, что вы участвуете и поддерживаете нас сегодня молодых, сегодня поддерживаете руководство района в этом празднике, потому что без вас и жизни-то нет на земле. И я хочу вас поздравить с этим замечательным праздником. Я хочу сказать очень добрые и теплые слова вообще вот вам сегодня здесь присущим и людям, которые занимаются вот домом, садом, огородом. Потому что это вот та соль и суть нашей земли, на которой мы живем, на которой мы воспитываем своих детей. Потом мы начинаем от этого воспитывать своих внуков. И мы вот этим всем дорожим, детьми, внуками. И мы в них вливаем вот эти все капли нашего правильного. От имени Президиума Совета районной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов я от души вас приветствую здесь в этом зале. Наконец-то мы все здесь собрались, победители первого этапа, номинанты на победу и уже победители районного осмотра конкурса. Когда-то великий наш ученый-селекционер Мичурин сказал, нам нельзя сдать милости от природы, взять их у нее наша задача. Природа нам в этом году не оказывала милость. Природа затопила нашу картошку, природа, так сказать, все время лилась с небес. Но вы преодолели все эти трудности. И вот эта выставка, которая сегодня, она показывает, как вы трудитесь, каких отличных результатов вы достигли. Поэтому в Ветеранское подворье 2016 награждаются благодарственными письмами Советы первичных организаций ветеранов войны и труда. И для церемонии награждения мы приглашаем Виктора Валентиновича Захарова. Благодарственное письмо вручается Совету первичной организации ветеранов войны и труда города Тосна. Председатель Михаил Иванович Паричный. И мы приглашаем председателей к нам на нашу импровизированную сцену. Совету первичной организации ветеранов войны и труда Никольского городского поселения. Председатель Валентина Дмитриевна. Совету первичной организации ветеранов войны и труда поселка Сельцов. Председатель Егор Сергеевна Макаренко. Совету первичной организации ветеранов войны и труда Красноборского городского поселения. Председатель Мария Николаевна Стадникова. И вновь ваши аплодисменты, Мария Николаевна. А мы приглашаем... Дорогие друзья, нам очень приятно к Красноборскому городскому поселению присутствовать на этом празднике. Но на этом празднике мы могли и не быть. Мы очень благодарны нашей команды. Это в первую очередь всем пенсионерам, нашим депутатам. И самое большое спасибо большое огромное Церкру Досуговым. Это Бойко и Канцеревым Еленам. Спасибо вам большое. Большой низкий поклон всем нашим Красноборцам. А вам спасибо, что вы приветствуете нас. Спасибо большое. Сейчас зайдем. Мы приглашаем к тому нашу сцену. Совет первичной организации ветеранов войны и труда варносовского городского поселения. Председатель Лидия Павловна Петрова. Благодарственное письмо вручается Совету первичной организации ветеранов войны и труда поселка Лисина Корпус. Председатель Анатолий Андреевич Лошков. Совету первичной организации ветеранов войны и труда Тельмановского сельского поселения. Председатель Владимир Иванович Иванов. А мы поздравляем днем аплодисменты поселения, которые получают благодарственные письма и подарки. Благодарственное письмо вручается Совету первичной организации ветеранов войны и труда поселка Радохинникова. Председатель Галина Ильинична Тимошенко. Благодарственное письмо вручается... Благодарственное письмо вручается Совету первичной организации ветеранов войны и труда поселка Любань. Председатель Любовь Васильевна Кудрягцева. Благодарственное письмо также в подарок включается Совету первичной организации ветеранов войны и труда Шапкинского сельского поселения. Благодарственное письмо вручается Совету первичной организации ветеранов войны и труда Шапкинского сельского поселения. Председатель Александр Александрович Лазик. Совету первичной организации ветеранов войны и труда Нурминского сельского поселения. Председатель Любовь Александровна Пономарева. Совету первичной организации ветеранов войны и труда Нурминского сельского поселения. Председатель Галина Николаевна Казакова. Совету первичной организации ветеранов войны и труда Поселка Ушаки. Председатель Антонина Федоровна Новожилова. Совету первичной организации ветеранов войны и труда Села Ушаки. Председатель Наталья Михайловна Маркова. Совету первичной организации ветеранов войны и труда Рябовского городского поселения. Председатель Нина Михайловна Самойлова. Спасибо. Совету первичной организации ветеранов войны и труда Нурминского сельского поселения. Председатель Ольга Валентиновна Федорова. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарственное весно вращается совету первичной организации ветеранов войны и труда Деревнина Марисина. Председатель Галина Антоновна Шишкина. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Виктор Валентинович. Вадим Викторович. Добрый день, уважаемые участники. Прекрасного праздника ветеранской подворья. Я напомню, что этот праздник зарождался в недрах Единой России. Принка было решение. Законодательное собрание поддержало. И этот праздник уже много-много лет проводится в Ленинградской области. Сегодня проводится здесь, в Точинском районе. Я хочу сказать слова особой благодарности председателю Совета ветеранов Вадиму Викторовичу, администрации, отделу сельского хозяйства, который помогает вот это все сделать. Ну и, конечно, всем вам, уважаемые участники этого замечательного праздника. У вас сегодня такая вот выставка классная, такой урожай. Мы сегодня даже вот не поехали и с депутатом Государственной Думы Петровым Сергеем Валерьевичем на Аграрусь и депутатами ЗАГСа остались здесь, чтобы поприветствовать вас. Вы наши, вы родные. В этом празднике у вас здоровья, счастья, всего самого хорошего. Первого этапа стали 8 человек, это из 9 номинаций, какие молодцы. Председатель Совета ветеранов Анатолий Андреевич Лошков. Второй поселок это поселок Родофинниково. Количество участников было 24 человека. Победителями первого этапа стали 5 человек. Председатель Галина Ягнишна Тимошенко. Уважаемые личницы, может быть, вы пару слов расскажете о своей выставке замечательной. Сегодня у нас три стола представлено. Пожалуйста. А я самая смелая здесь. Вы знаете что, у нас такие дружники, как их поискать в России. И только в Лисе, там в Лисе, там в Лисе на поселении найти такие. Вот, представляю, и животноводство, и птички, и винограды, и цветы. Приезжайте к нам в гости, мы всегда встречаемся с пирогами. И с настойкой, которую я уже тяпнула. Поэтому я и говорю. Вот. Так что, наш самый дисциплильный поселок. Мы вас все любим и приглашаем вас к себе в гости. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ТОЙСКОЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПОЛОДИСМЕНТЫ Он с лагерей Ленинградской области в номинации «Лучший овощеводец». А я добавлю, что у неё день рождения. И мы поздравляем её с днём рождения и небольшой подарок рождения. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы приглашаем вас к следующему поселению. Это Парносовское городское поселение. Поселение подготовило 50 участников. И семь человек стали победителями первого этапа из девяти номинаций. Председатель Совета ветеранов Лидия Павловна Петрова. АПЛОДИСМЕНТЫ В основном у Парносова дома одиннадцатые. А у дома огород – значит заготовок на круглый год. Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ Парносову всегда было в средиземле. Так оно и было. Если бы сейчас, так оно и будет. Парносов будет в средиземле всегда. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте познакомимся с шахминским сельским поселением поближе. Я потом к вам приеду, да? Участников конкурса шесть человек. Победителем первого этапа стали пять. Председатель Совета ветеранов Александр Александрович Лазик. И он же победитель первого этапа лучших цветового. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы попросим вас сказать несколько слов о ваших изменениях и о ваших изменениях. Я хочу сказать, что в нашем поселении это должно быть сказано, радость сделать. Выразить не то, что сроки в нашей погоде. Ну что выразить, если да, останутся. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как Тюбино говорят, что выразить на полгода. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Но с Александром Александровичем мы познакомимся еще позже в средиземном сале. Давайте перейдем к Норбинскому сельскому поселению. Норбинское сельское поселение подготовило 30 участников. Из них победители первого этапа это 6 человек. Председатель Совета ветеранов Любовь Александровна Кононарева. Я буду вас сказать несколько слов о поселении. Уважаемый совет. Уважаемый совет. Уважаемый совет. Уважаемый совет. Всю ночь рисовали. Нормально? Уважаемый совет. Всех поздравить с этим снижательными праздниками. Особенно наших номиналов. Это города Макарита Николаевна и города Макарита Александровича. Которые построили одни без взятой помощи. Такой прекрасный дом. И у которых пройдет свой семейный участок. На их участке живут. И яблони, и груши, и сливы. И вреди пудельцы. И даже детские доми прям много построили. И вам обратите внимание у нас в России. В этом году я успел. Когда еще хорошая погода была. А здесь сейчас я хотел прийти. А до того, что они у нас я раз. И я высыпаюсь. И глину. Так что же. Пообудите внимание. Какие прекрасные у них цветы. Мы гордимся. И наша администрация. Прикодносит им небольшие подарки. Степанской боли. Перевод progressions. 13 мая. Людина помогает, помогает. Помогает? Я помогает. Администрация. В доме всего месяца судебра. Спасибо вам большое. Здоровья вам, праздничество. И нет инновидий. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В этом году каждый праздник, каждый год победители всем ходят, всем в палатку и всем в отчет! ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Победителями первого этапа стали... Лучший предусматривающий участок, лучший собород. Всем поздравим! А здесь я конкретно хочу поздравить и предоставить вам нашего лучшего членового, который постоянно участвует в смотре конкурса и сейчас является победителем смотра конкурса «Метарамское подводье» в Тостинского района. Спасибо за внимание! Владимир Иванович, у нас уже несколько лет участвует в конкурсе. Мы, правда, выходим, когда его пчелы подвели, но я думаю, что своим трудом он их переводит. Дорогие друзья, еще мы могли бы включить подарки в Нековровском поселении. Администрация поселения хочет включить подарки в Нековровском поселении. Воселение подготовило пять участников на конкурс. Из их победителей в первом этапе встали три человека. Председатель Совета ветеранов Ольга Валентиновна Федорова. Он просил сказать несколько слов о выставке и о поселении. Дорогие друзья, выставки вечная, как и расписываться. Просто выставка поражает вооружение. Какими объемами, какими замечательными результатами, которые доделись наши все участники. Лично наше поселение представило на данном сцене выставку, пусть может быть незначительным, но им приемом не столько количества обзорвания, сколько оригинальности. Вот я хочу продемонстрировать первые наши экспонаты. Выдывайте на Иране, не проходите мимо, вас не смешали. Но как вам приятно разрешать, это не самый большой музыкальный. Для этого она очень симпатичная. Вот давайте, кто увидел такие коматики. Маленькие, очень интересные. Коматики-путерус там не вели, да то в конце угодни, как название гласит. А вот так все покажем вам кук. И на кук, и на овощи хорошие. Настоящий мужик в народе зовут. Как на кук, так и хорошие. Вот это и у нас будет все хорошие цветы и овощи, и делают прекрасные произведения издевшихся. А в нашей администрации я хотела бы вручить своим победителям грамотные и ценные подарки. Награждается в учреждении Дагарина Николаевна победителем Смотра конкурса Ветеранская партнерка. Награждается Шишина Ленина Николаевна победителем Смотра конкурса в номинации Умертая. Награждается Заяц Марина Николаевна победителем с номинацией Умертая. Аплодисменты. Аплодисменты. Лебанскому городскому поселению, который включает себя в год от Лебаня. Лебань подготовила пять участников и победителей первого этапа конкурса. Председатель Совета Ветеранов Дмитрий Николаевич Бесилов. В поселок Лебань подготовили десять участников на конкурс, и из них победителями стали пять человек. Председатель Совета Ветеранов Любовь Василий Кудрявцева и в поселок Сельцов подготовила четыре участника и победителя конкурса. Председатель Совета Ветеранова. Ваши номинанты, на районе данных двух учебных участников, я прошу, чтобы от нас вы будете проводить по-любому. Я благодарна своим номинантам, которые заслуживают меня в городу, в вашем реализации. Ну, а наш Совет Ветеранов? В этом году, мы очень рады, что наш номинант, именно эта земляная работа, оказалась у Нестава, лучшим человеком в Косинском районе. Эта женщина, уже более 50 лет, разводит спор. У нее очень много народов, потому что у нее много народов. Много народов, много свиней, куры, троник. И, несмотря на это, у нее тоже есть приемственное поколение. У нее ручка, Настя, тоже очень более 10 лет занимается за руководство. Тоже имеют очень много здоровья, в школе, в тёночках. Тоже им не очень много, но молодец, дорогой готовлю.